Всем привет, меня зовут Макс, мы продолжаем курс видеоуроков по GameGuru. В этот раз мы рассмотрим очень интересную и наболевшую тему сохранения позиций и каких-либо параметров игрока для системы загрузки и сохранения уровней, например. Система в принципе реализовывается достаточно просто, но есть свои трудные аспекты, есть и свои баги. Видите, у меня теперь невидимый объект, хотя он невидимый. Значит, первое, что делаем, это собираем сценку. Я собрал вот такую, это чтобы все-таки показать вам, что действительно сохранение работает правильно. Далее PlayMarket для игрока и настроечка какого-либо объекта, он должен быть не статический, иначе скрипты работают не будут. И выбираем скрипт save.lua. В if used, видите, я заменил имя, в if used обязательно пишем это же имя, поскольку данный объект будет являться объектом сохранения. То есть игрок будет телепортироваться, можно так сказать, к этому объекту. Лучше, конечно же, использовать невидимые объекты или какие-либо мелкие. К сожалению, гуру не разрешает просто делать другими способами, поэтому используем сторонний объект. Ну что ж, давайте я вам продемонстрирую, как это происходит. У нас зарезервированы две кнопки, это T и Y, на английской раскладке. Соответственно, T сохранить, Y загрузить. Вот слева наверху подсказочка. Смотрите, при входе в игру тоже обязательно загружаются уже установленные координаты, то есть у нас нету такой параметры, как вот, может быть, в других скриптах, которые вы могли видеть, если они еще существуют. Нажимаем кнопку и только потом загружаемся. Нет, у нас это дело происходит автоматически. Также можно реализовать систему чекпоинтов. Вот для примера я, не знаю, смог забраться сюда. И давайте сохранимся здесь. Все, видите, внизу написано Good Save. И попробуем загрузиться. Нажимаем Y. Видите, мы загрузились, но вот бочечка у нас упала в связи с физикой. И, соответственно, мы также можем загрузиться ее теперь в другом любом месте. И вот бочка наша туда-обратно летает. Теперь давайте я вам продемонстрирую эту систему, которая загружает игру после выхода. Будем сохраняться вот здесь. Вот все, сохранились. И выходим из игры. Теперь заходим в игру снова. И, по идее, мы должны оказаться на вот этой пике горы. Пока я реализовывал систему, наткнулся на проблему с функциями. Была проблема с перемещением объекта. Вот мы на горе, все, бочка, как обычно, падает. Проблема с перемещением была связана с тем, что гуру требует отключения и включения коризии. Про которую я, конечно же, забываю. Вот. Ну, давайте теперь, собственно, разберем самое важное этого урока. Это скрипт. Не пугайте, скрипт не очень большой. Я его оптимизировал. Итак. Первым делом мы подключаем локальную библиотеку I.O. То есть, Input-Output. Насколько мне известно, можно этого и не делать. Но на всякий случай я его подключил. Потому что иногда могут возникать ошибки. Здесь, соответственно, файл сохранения. Здесь массив Positions. Он отвечает за позицию по X, Y и Z. Вы также можете создать какой-то другой массив, который будет хранить, например, еще какие-то переменные. Вот переменная Preset нужна для того, чтобы исключить зацикливание при сохранении, зацикливание при загрузке. Local F равное nil, то есть пустое, для файла. То есть, F это файл у нас. При инициализации скрипта у нас F принимает значение I.O. То есть, Input-Out от библиотека. Открыть. Мы открываем файл с разрешением R+. Данное разрешение нужно для расширенного чтения с возможностью записи. Далее проверяется, если не равно nil. То есть, если файл существует вкратце. Если он существует, тогда вызываем функцию LoadGame, которую я вам расскажу о ней попозже. И загружаем, соответственно, игрока в нужную позицию. И после чего закрываем файл. Поскольку мы и в самой функции закрываем файл, ну вообще файл закрываем, освобождаем память. То и здесь это важно закрыть, потому что файл может и не существовать, а он уже будет забит, то есть открытый. Поэтому важно несколько раз закрывать его в данном случае. Теперь основная функция Main. Что мы здесь делаем? Мы повторно открываем файл, поскольку в инициализации он у нас уже закрыт. И опять же проверяем, если файл не пустой, то есть если файл существует, то мы сохраняем игру. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы предотвратить возможную ошибку игры. То есть если игра запустилась, то мы сразу сохраним персонажа в этом месте. А не, например, в процессе, когда мы идем, и игра у нас вылетает, и мы остаемся без сохранения. То есть чтобы хотя бы не все терялось. Далее, соответственно, почему мы не могли это сделать в Save.init, то есть в инициализации? Потому что позиция игрока могла не считываться, еще не могла считаться, предположим. Далее я вывел два текста в координатах. Об этом мы сейчас не будем говорить, это для подсказки. Далее вот как раз два маленьких условия. Если нажата клавиша T, сохраняем. Если нажата клавиша Y и, ну вот она, соответственно, перемены для отмены зацикливания, поскольку у нас в загрузке есть цикл, чтобы не было постоянного вызова, то мы говорим, что если нажата клавиша Y и она не была до этого нажата, тогда мы говорим, что она нажата и загружаем игру. Соответственно, при повторном нажатии Y она просто считываться не будет, поскольку PREST уже единица. Ну, там происходит, конечно, все быстро, поэтому, тем не менее, ошибку движка, это помогло избавиться от этого. В каждой функции у нас в скобках параметр E обязателен. С этим я тоже сначала не додумался, но обязательно указывайте E. Собственно, давайте разберем, как у нас выглядит сохранение сначала, это последняя функция, потому что она очень тесно связана с загрузкой. Что мы делаем? Мы открываем этот же файл для чтения, который уже автоматически создался при первом же запуске скрипта. Вот функцию main я выделил. Далее мы просто записываем на первую строчку позицию игрока, и вот видите, вот этот момент склеивания, то есть приклеивания вот этого символа, обратно слэш N, это значит перенос на новую строчку. И, соответственно, на новой строчке мы уже записываем позицию по Y с переносом, и на последней строчке без переноса записываем позицию Z. Получается файл вот такого формата, точка, и не файл, координата, координата, координата. Файл сохранения хранится вот в данном пути, находится в корне папки files, вот поэтому не ищите, он уже там будет. Что происходит дальше? Дальше мы делаем flush, ну то есть возвращаем обратно в начало файла, то есть у нас сейчас указатель стоит в конце файла, поскольку мы записали последнюю строчку. А теперь возвращаемся в начало, и закрываем файл, и выводим, конечно же, сообщение, что мы удачно сохранились. Далее, соответственно, рассмотрим функцию загрузки, она тоже достаточно простая. Здесь у нас есть переменный счетчик, нужна для как раз вот этих вот массива и для переменных. Открываем файл для расширенного чтения, создаем цикл для каждой линии в массиве, файла, в массиве линий, строк, то есть мы берем вот это и запихиваем как 1, то есть 0, 1 и 2. Мы делаем по массиву позиций, который вот здесь указан, на нулевую строчку, то есть и у нас сейчас 0 равна, на нулевую строчку мы записываем значение line, которое присвоилось при чтении файла, то есть это вся первая строка, и прибавляем к счетчику значение равное плюс 1. Каждый раз так циркулируем и получается, что уже на первую позицию, то есть по факту на вторую, счет начнется с нуля, поэтому на значение единиц у нас записывается уже вторая строчка и так далее. Таких строчек может быть миллион, поэтому очень важно соблюдать их последовательность. Далее мы обнуляем этот счетчик, поскольку мы можем несколько раз загружать игру и продолжать с пятого, с четвертого и так далее, которых не существует, нам невыгодно. Может вводиться ошибка, поэтому обязательно его нужно в конце обнулить. Далее мы закрываем файл, поскольку мы закончили с ним работать, мы уже все прочитали и все данные вынесли в наш массив positions. Дальше мы в этом блоке делаем перемещение бочки, то есть мы отключаем коллизию, потом мы ее перемещаем в позицию 0, 1, 2. То есть берем значение из нового массива, который уже заполненный из файла, то есть 0, 1, 1 и 2 элемент. Вот они, 0, 1 и 2. Соответственно это были положения игрока по x, y и z. Короче говоря, мы просто перемещаем объект в установленные координаты, которые получили из файла в первых трех строках. Соответственно эти координаты мы забили в массив и вот из него берем. Далее включаем коллизию. После чего делаем транспортировку, то есть transport to refused, соответственно самого игрока. Мы перебрасываем его туда, к тому объекту, который указан в параметре refused. Потом выводим сообщение, что мы удачно загрузились и сбрасываем переменную pressed, чтобы возможно было повторно загрузиться. В принципе все. Давайте я вам еще раз покажу все это как выглядит. У нас вот бочка пропала почему-то. Вот висит скрипт. Вот его имя бочки. Вот имя if used. То есть если они будут различные, тогда объект будет перемещаться к другому, то есть игрок будет перемещаться к другому объекту, либо не перемещаться вообще к бочке, а будет двигаться только бочка. Сейчас у нас по идее игрок должен был остаться на горе, если мы не сохранялись больше. Вот, к сожалению, я не смог реализовать функцию, которая сохраняет игрока по выходу из игры, поскольку в гемгуру нету такой функции. Но когда ее добавят, мы обязательно ее добавим в данный скрипт. Вот наша бочка лежит. Давайте вообще убежим куда-нибудь подальше. Вот здесь. Сохранимся. И вот загрузились. Ну вот опять. Все, в принципе все. Спасибо вам за внимание. Я очень надеюсь, что данный скрипт поможет в ваших играх. Что он был не просто так написан. Я очень надеюсь, что вы еще подпишетесь на канал, поставите лайк под видео, поскольку видео очень полезное. Я считаю, вступите обязательно в нашу группу ВКонтакте, начнете какое-нибудь интересное обсуждение, будете задавать вопросы. А я с радостью отвечу на них и помогу вам. Всем спасибо за внимание. С вами был Макс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok